Метрополитен Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня вашему вниманию я хочу представить видеоролик, посвященный Метрополитену. Как вы знаете, в этом году исполнилось 85 лет московскому метро. Что такое Метрополитен? Это избавление от проблем транспорта подземного движения, чтобы избежать столпотворения. Под землей, по сети разветвленный, на десятки метров углубленный. Каждый день 15 миллионов мчатся под Москвой такой огромный. Сказочные подземные дворцы, в мире нет подобной красоты. С каждым годом наш подземный город все растет, он нужен нам и дорог. Все, кто в нем движение направляет, жизнь свою в его рассвет вливают. Наше метро является исторически первым и крупнейшим метрополитеном СССР и России. Шестое в мире по интенсивности использования после метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, Сеула и Гуанчжоу. Четвертое в мире и первое в Европе по длине эксплуатируемых линий. Первая линия открылась 15 мая 1935 года и шла от станции Сокольники до станции Парк Культура с ответвлением на Смоленскую. Состоит из 14 линий общей протяженностью 408,1 километра. В Московском метрополитене 233 действующих станций, одна законсервированная деловой центр и четыре реконструируемых Смоленская, Каховская, Варшавская и частично закрытая Каширская. 48 станций признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры. К 2023 году по планам правительства Москвы должны быть построены еще 27 станций и 67 километров новых линий. Метро в Москве могло появиться в 19 веке. Метрополитен в Москве мог появиться еще при царе. Первые проекты относятся к 1890 году. Строительству помешало духовенство. Раньше ездили по картонным талонам. В 1935 году в метро проходили по специальным картонным талонам, действующим всего 35 минут, а проезд стоил 50 копеек. В 1959 году появились турникеты, а в 1960 году в связи с денежной реформой проезд стал стоить 5 копеек. В 1992 году талоны заменили на пластиковые жетоны, а в ноябре того же года на железные, которые действовали до февраля 1999 года. Теперь в Москве только бесконтактные карты, а вышедшие из употребления московские жетоны используют в других городах – Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Что делать, если упали на рельсы? Если оказались на путях, ложитесь в специальный лоток между рельсами. Здесь поезд не заденет. Не пытайтесь вернуться на платформу. Рискуйте наступить на контактный рельс, по которому проходит 850 вольт. А вы знаете, что в метро бывали потопы? В 1984 году воды Царицынского пруда прорвались в один из тоннелей на участке Каширское-Орехово. Восстановление заняло два месяца. Здесь же происходили крупные прорывы в 2001-2003 годах. Забыли вещи в метро? Где искать? Забытые вещи ищите на станции-котельнике. В восточном вестибюле находится склад, куда собирают утерянные вещи. Он работает ежедневно с 8 до 20.00. Вещи хранятся в течение 6 месяцев. Возможно, ваше имущество находится там, если его до этого никто не присвоил. При получении потерянной вещи предъявите документ, удостоверяющий личность. Запомните знак экстренного торможения. Если рядом с вами кто-то упал на рельсы и нет времени бежать и просить помощи, встаньте рядом с краем платформы и делайте круговые движения рукой. Можно взять сумку, шапку, любой яркий предмет. Все, что привлечет внимание водителя. Он знает, что это знак экстренного торможения. Московское метро любит снимать кино. Столичная подземка довольно часто мелькает в кино. Вспомнить хотя бы фильм «Путевой обходчик», действие которого развивается в тоннеле рядом со станцией Достоевская. А еще вы должны помнить безумную погоню на станции метро Арбатская в обители Злопять. Самыми популярными среди кинематографистов ветками оказались Арбатско-Покровская, Сокольническая, Кольцевая, а самыми привлекательными станции Площадь революции и Маяковская. В метро нет урн. До начала 90-х годов в метро были урны. Позже их убрали в качестве меры по защите от терроризма. В Москве есть станция метро Римская, а вот в Риме Московской нет. Зато в Милане можно найти станцию Москова. Такое название оно получило в памяти миланских солдаток, участвующих в Бородинской битве и, естественно, на стороне Наполеона. В метро есть грузовые поезда. Днем в метро можно встретить грузовые поезда. Они возят из одного депо в другое электромоторы и запасные колеса. Грузовые поезда – это обычные составы. С вагонов снимают крышу, чтобы сверху помещать туда крупные грузы. Чем пахнет метро? Вам нравится этот особенный запах метро? Так пахнет тягучее темное вещество под названием криазот, которое делают из нефтепродуктов. Им обрабатывают деревянные шпалы, тем самым предотвращая гниение. Во время войны в октябре 1941 года власти были готовы уничтожить метрополитен. Было поручено разработать план по его полной ликвидации. Подземку собирались затопить. Срочные работы по демонтажу были вызваны реальными опасениями захвата гитлеровцами Москвы. В октябрю 1941 года враг фактически стоял у ворот. Потом приказ отменили. Откуда ветер в метро? Ветер и сквозняки в метро не только от вентиляции, но и от того, что поезда двигают воздух по тоннелям, как поршни. А вот как поезда оказываются в метро. Поезда для московского метро делают в мытищах на заводе метровагон Маш. Готовые вагоны цепляют к тепловозу и ведут с начала Ярославской железной дороги до станции Северянин. Оттуда по окружной для пересечения с веткой Рижского направления. И дальше до станции Подмосковная. Отсюда есть ветка в депо Сокол. А вот самая длинная станция метрополитена – Воробьевы горы. Длина платформы составляет 284 метра. Чтобы пройти ее от начала до конца, придется потратить 4 минуты. Станцию Александровский сад часто переименовывали. Она называлась и Коминтерн, и имени Коминтерна, и улица Коминтерна. С 1946 по 1990 год носила название Калининская. А в 1990 году на несколько дней ее переименовывали в Воздвиженку. А вам приходилось видеть в подземке доисторических животных? В московской подземке можно встретить доисторических животных. Навечно в мурованных мрамор. Аммониты, наутилусы, морские ежи и брюхоногие моллюски. Всю эту жирность можно найти в любое время на 30 станциях. В метро самая большая раковина Аммонита находится на станции Парк Победы и имеет диаметр 50 см. Но она срезана и при жизни Аммониты была больше, не менее 70 см. К станции Таганская примыкает подземный бункер, построенный в 1956 году. Бункер, он же объект ГО-42, построили на случай ядерного удара. И действовал он в качестве запасного командного пункта дальней авиации вплоть до 1995 года. После он был рассекречен и превращен в музей. На станции Площадь Эволюции есть скульптура «Пограничник с собакой». Если потереть нос бронзового пса, то удачи не заставит долго ждать. В итоге собачий нос блестит, как хорошо начищенный самовар. А еще устатые красноармейцы периодически воруют револьвер. В среднем оружие пропадает 3-4 раза в год. А вот самая тихая станция Московского метрополитена – это Паражская. Так вышла благодаря особому виду керамической плитки, которой облицованы путевые стены станции. Плитка содержит многочисленные воздушные поры, поглощающие звук. Парк Победы – самая глубокая станция в Москве. 84 метра до поверхности. Но в мире есть станции и глубже. Например, Киевская, Арсенальная – 105,5 метров. В вестибюле станции «Менделеевская» в 2007 году установили памятник сочувствия, посвященный гуманному отношению к бездомным животным. Как голос в метро влияет на направление движения состава? Станции в поездах объявляют то мужской, то женский голос. Пол объявления зависит от направления движения. Мужской голос объявляет станции при движении к центру города, а женский – от центра. Кольцевая линия в метро появилась почти случайно. Сталин слушал доклад и пил кофе. Планировалось обойтись без разгрузочной линии, используя радиальные ветки и пересадочные станции. Тогда Сталин поставил стакан прямо на план, на котором остался круглый кофейный след. «Это ваш главный недостаток, его и постройте», – сказал вождь. И вскоре линия, нарисованная коричневым цветом в напоминании об этой истории, была внесена в проект. О метро в литературе. Строительству первой очереди московского метрополитена посвящены очерки советских писателей Ильфа и Петрова, чешского журналиста Юлиуса Фучика и других авторов. На фоне строительства первой очереди разворачиваются действия и повести Антонова «Васка». В современной русской литературе известен ряд художественных произведений, которые посвящены событиям, происходящим в московском метро. Например, в романах Дмитрия Глуховского, «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035» и других. Спасибо большое за внимание. Библиотека 194 желает вам бодрости духа. До новых встреч!